ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В ближайшие дни дилеры Автоваза возобновят продажи Лада Нива Тревел. Лишившийся антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности, внедорожник будет стоить минимум 998 тысяч рублей. Пока на сайте производителя начальный ценник обозначен на уровне 1 миллиона 67 тысяч. В остальном машина не изменилась. В базовой версии остались, к примеру, усилители руля, передние электрические стеклоподъемники, обогрев зеркал, задние фонари со светодиодной начинкой. ТРАССА СТО ОДИН Две трети российских автомобилистов пользуются личным автомобилем в ежедневном режиме. Каждый четвертый садится за роль один или два раза в неделю. У оставшихся нескольких процентов график использования авто варьируется от раза двух в месяц до нескольких раз в год. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом Автомейл. Почти половина автолюбителей передвигается только в пределах родного города. В основном речь идет о поездках на работу. В ближайшие города выезжает треть респондентов. Каждый пятый имеет опыт полноценного автопутешествия. ТРАССА СТО ОДИН Иранский автопроизводитель Иран Ходро начнет покорять российский рынок с модели ИКО ТАРА. Седан сделан на базе Пежо 301. Оснащается он 113-сильным бензиновым мотором объемом 1,6. Трансмиссия, механика, либо автомат, привод передний. В базовой комплектации имеются, в частности, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, мультимедийная система. Стоимость новинки пока не озвучивается. По некоторым данным, она будет сопоставима с ценником Лады Веста. ТРАССА СТО ОДИН А компания Грейт Вол получила российский патент на рамный пикап Кинг-Конг Пойер. В Китае его средняя стоимость составляет в переводе на рубли около 1 миллиона. Длину машины достигает 5,5 метров. Задняя подвеска рессорная. Начальные версии авто обладают только задним приводом. Более дорогие – жестко подключаемым полным. Что касается силовых агрегатов, то можно выбрать один из двух. Бензиновый 190-сильный и дизельный мощностью 163 лошади. Коробка шестиступенчатая механика или восьмидиапазонный автомат. ТРАССА СТО ОДИН Власти Франции решили пересаживать жителей страны с автомобилей на велосипеды. Каждому, кто навсегда откажется от машины в пользу безмоторного двухколесного транспорта, обещана приличная компенсация. Ее максимальный размер – 4000 евро – 240 тысяч рублей по действующему курсу. Правда, потратить деньги можно только на покупку велосипеда – обычного или электрического. Шикарную велоинфраструктуру обещают создать в Париже. В ближайшие годы там обустроят десятки километров велодорожек. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова